итак дорогие друзья я вас всех приветствую на youtube канале вова болт здесь 2020 года мы обсуждаем новости экономики политики геополитики новости фондового рынка и так далее и тому подобное все что касается инвестиций дополнительного дохода что же у нас сегодня будет выпуске мы обсудим с вами вкратце небывалый рост индекса московской бирже обсудим курс рубля-доллара ну и те события на которые лично я обратил внимание на будущей неделе те события которые лично мне кажется повлияет на ход торгов ну и для начала с вами давайте пообщаемся насчет небывалого роста индекса московской биржи и акции российских фондовых компаний в частности на рельского никеля но обо всем по порядку на этой неделе рынок наш показал небывалый рост он растет уже больше месяца без откат на без каких-либо коррекции даже акции 2 эшелона начинают расти в какую бы акцию на сейчас с вами не зашли мы везде увидим рост конечно такое такие события нельзя выпускать но нужно помнить и о рисках такое на рынке происходит не всегда и обязательно будет коррекция друзья я об этом вам напоминаю чтобы вы не были в эйфории и если начнется коррекция во время принимали какие-либо меры в на этой неделе неплохо получилось заработать на акциях казань оксинтеза который вырос более чем на 80 процентов и в один из дней он показал рост более 40 процентов где торги были вынуждены остановить так как рост достиг больше 40 процентов очень хорошо понравились как раз ли акции детского мира но об этом чуть-чуть попозже еще скажу в новостях на будущей неделе с вещем а связан рост акция российской компании на рельские ники многие задают вопросы на многих форумах уже не понимая почему такая ракета происходит ответа фактически лежит на поверхности все именно зависимости от стоимости цены на палладий палладий последний месяц показывает небывалый рост бьет исторический максимум день ото дня не давяще чем в пятницу палладий вырос на 7,3 процента на сегодняшний день стоимость уже 2480 долларов согласитесь это рост очень и очень неплохой хотя еще чуть больше двух месяцев назад я слышал мнение что палладий выше 200 мы никогда не увидим вот можно подошли в 2 500 и рост даже не думает останавливаться для чего же нужен этот металл почему он так растет он очень широко используется в области машиностроения там это просто металл незаменимый и без него не обойтись многие производители даже подумали перейти на платину которая сейчас обходится будет дешевле но пока это только в мыслях пока никто никуда не перешел что же может остановить рост палладия это открытие в африке шахты тогда конечно же я не думаю что палладий упадет но скорее всего он просто замедлит свой рост да будет небольшая коррекция соответственно пойдут коррекции в тех бумагах которые занимаются в тех производствах которые занимаются палладий но как это коснется норильского никеля ведь норильский никель занимается не только палладия но точно также занимается и платиной и самим никелем в связи с чем рост должен быть продолжен да может быть на какой-то момент остановится но давайте посмотрим 2019 год ведь норильский никель вырос более чем на 50 процентов и принес небывалую прибыль помимо роста он платит очень и очень щедрые дивиденды эта бумага интересна не только российским инвесторам но одновременно с этим бумага интересна и иностранцам и чем я не думаю чтобы большие коррекции на рынке будут очень странно видеть людей которые на пиках сейчас роста идут против тренда и заходят в шорт то есть играют на понижение это мне очень странно видеть есть люди которые шортят норильский никель еще когда он стоил 18 400 на данный момент он стоит больше двадцати одной с половиной тысяч представляете какие люди несут убытки помимо самой стоимости но еще не покрытые позиции лично я считаю что на 18 18 с половиной девятнадцать тысяч норильский никель уже конечно же вряд ли вернется но если конечно не случится что-то сверхординарного там теракт какой-нибудь на производстве норильского никеля или чему-нибудь подобное как на одном из форумов писали чтобы остановить рост норильского никеля надо нанять террорист ну может быть это единственное что остановит рост норильского никеля что же еще способствует росту индекса московской бирже только за один месяц ну за полтора скажем так с декабря по середину января в россии прибавилось 1 миллион частных инвесторов представьте только один миллион еще в ноябре месяце было три миллиона сейчас уже 4 представляете все больше людей понимают что относить деньги на вклады в депозиты в банк уже не рентабельно ставка как я уже говорил ранее 5 с половиной 6 процентов это очень и очень мало поэтому люди несут деньги на фондовый рынок соответственно рынок деньги для фондового рынка это как кровь мы все больше и больше людей подпитывают этот фондовый рынок соответственно рынок и растет на что касается роста доллара ну роста рубля по отношению к доллару что здесь происходит но здесь небывалое конечно же падение доллара честно признаюсь я сам не ожидал но это все прогнозируем и трамп добился своего он ослабляет американскую валюту и думаю такая ситуация будет продолжаться и дальше до каких пор думаю до середины 2020 года уже где-то в августе как обычно и бывает рубль ослабеет к доллару и мы увидим доллару уже по 63 64 рубля если уже брать прогнозы на весь год то думаю концу года мы будем доллар будет стоить в диапазоне 64 66 рублей но на это будет очень много факторов влиять сейчас пока настроение у рынков очень и очень позитивный на прошедшей неделе была заключена сделка с китаем что очень и очень порадовал и трамп тут же заявил что мы уже приступили к обсуждениям второй фазы что рынки по очень и очень радует по отношению к рублю же что же здесь нас будет ждать сейчас по крайней мере роста не ожидаю объясняя почему а скорее всего падение доллара будет продолжаться сейчас начинается налоговый период пик которого придется на 27 января и вот уже конечно же в феврале месяца начале февраля может быть доллары сумеет отыграть после окончания налогового периода 1 2 рубля может быть и сумеет отыграть и вернуть хотя бы себе утерянные позиции 62 с половиной 63 на этой же неделе я думаю что доллар потестирует свои поддержки это 61 60 с половиной может быть и самым отрицательным результате мы потестируем массивную поддержку 60 рублей на этой неделе на гайдаровском форуме один из экспертов высказался что доллар по 40 никогда не будет а вот 200 мы сможем увидеть во многих сми во многих интернет-изданиях сразу же появилась доллар за 200 доллар за 200 кризис ниже горами эксперт потом оправдывался конечно же это было интересно наблюдать но слова не воробьи как говорится и получилась такая ситуация что многие побежали покупать доллар хотя именно это и нужно сейчас делать умные грамотные люди именно сейчас покупают посмотрите на наше министерство финансов что она и делать она сейчас увеличила закупку валюты в два раза с 9 2 до 18 по моему по моему до 18 миллиардов с 9 2 миллиарда по 18 миллиардов в два раза с лишним это как раз таки очень сильно и дает сейчас поддержку доллару что не дает ему падать и если такая ситуация с долларом продолжится падение доллара то дома конечно же министерство финансов будет делать все возможность чтобы это падение остановить для экономики россии не выгоден сильный рубль у нас очень много экспортных компаний которые получают деньги в долларах когда они переводят в рублей соответственно если доллар будет дешевле то и прибыль соответственно компании будет дешевле это падение доллара очень сильно ударило по одной из таких темных лошадок российского фондового рынка это сургут нефтегаза я уже думаю что конечно же очень будет обидно и и вы убираете своего портфеля но дивиденды в этом году будут у нее очень и очень слабо и мы все с вами знаем что более 52 миллиардов долларов сургут нефтегаза находится в валютной подушке безопасности это очень сильно повлияет на их прибыль почему я уверен что доллар отрастет концу года здесь тоже очень просто бюджете сейчас заложено 65 и 4 рубля за доллар конечно же правительство новое уже она попытается эту цифру и сдержать поэтому концу года я и прогнозирую что 64 66 рублей очень бы хотелось вернуться к тем временам как то когда при за месяц доллар ходил от 64 до 66 рублей очень неплохо в 2019 году несколько раз получилось на этом заработать посмотрим что будет дальнейшем касаемо нового правительства российской федерации здесь пока все туманно единственно известно что министр финансов силуанов сохранил свою позицию думаю что и орешкин сохранит и но в том числе но будем наблюдать на этой неделе все эти последние новости станут известными очень интересно сегодня в программе время по первому каналу посмотреть интервью дмитрия анатолича медведева почему же он принял это решение официальную версию это решение почему он ушел в отставку ну и конечно же давайте с вами вкратце пробежимся на и обратим внимание на те моменты которые произойдут на будущей неделе событий не так уж и много но они есть и события которые на которые стоит обратить внимание которые будут влиять на настроение фондовых рынков кстати прежде всего хочу предупредить всех что завтра американский фондовый рынок отдыхает у них там праздник матор день рождения марта лютера кинга праздную поэтому завтра рынке думаю будет не особо волатильные я также знаю что многие трейдеры ждут открытия американских площадок потому что именно с открытием американской торговой сессии происходят основные движения на рынках завтра будет очень интересный день с самого открытия как я говорил про норильский никель палладий взлетел пятницу вечером уже после закрытия нашей торговой сессии завтра на аукционе открытия будет интересно посмотреть что же там будет помимо того что завтра выходной в америке завтра стартует доводский форум доводский форум в этом году будет посвящен проблеме климата экология все больше и больше экспертов у нас сейчас и стране у нас не так много вот в мире очень большое значение придают климат и экологические обстановки в мире но на климат конечно же этот момент климат может очень сильно повлиять на экономике очень и очень многих стран в том числе кстати и россии объясню почему вот если взять центральную часть россии там петербург москва особенно это я лично заметил у нас не зима у нас какая-то осень нас дожди в январе месяца проливные причем именно ливни не дождь со снегом а именно ливни идут очень теплые теплая зима у нас на центральной части россии то же самое творится и в европе это очень негативно сказывается на нашем народном достоянии компании газпром она часть терпит убытки газ соответственно дешевый он сейчас особо никому не нужен только промышленных масштабах если брать а европа опасаясь что россия и украина не договорятся по транзиту на забила свои газовые хранилища под завязку просто напросто они были забиты и с этим сожалению газ не в таких объемах поступает в европу как бы хотелось акционерам газпрома очень будет тоже интересно понаблюдать очень интересен этот форум лично мне тем что на него приедет дональд трамп что же здесь особо необычного почему я на это обратил внимание дональд трамп очень самоуверенный политику он был самоуверенным бизнесменом он настолько уверен что его не отправят в отставку а во вторник напомню вам что доводский форум будет именно только во вторник официально открыт в понедельник он стартует во вторник в сенате будет начать начата процедура голосования в сенате по импичменту до сената большинство за республиканцами напомню вам чтобы сенат одобрил импичмент дональду трампа нужно получить две просто большинство две трети голосов в сенате большинство у республиканцев но на этой неделе в новостные ленты попала новости что не все так гладко станет республиканцев там тоже небольшой раскол происходит в связи с чем очень самоуверенно трамп поступает уезжая из соединенных штатов может тем самым он показывает свою уверенность и свою непоколебимость посмотрим что будет для меня это один из основных моментов на этой неделе ближайшие это вот именно импичмент дональда трампа я очень удивлен что этому моменту не уделяется должного внимания потому что именно дональд трамп последнее время задает тон мировым рынком многие даже ждут твитов трампа именно от этих твитов начинают уже это свою торговлю это очень легко просмотреть что где-то часа в два в три дня рынке начинают очень оживленно работать именно зачастую после того как дональд трамп чего-нибудь напишет он просыпается зачастую чем пишет в twitter и после этого уже рынке в полную мощь начинают работать будем смотреть будем наблюдать среда я лично для себя никаких таких моментов основных не выделил а вот в четверг очень интересно будет посмотреть на заседание заседает европейский центральный банк там обсуждается монетарная политика там без без изменений но после будет как раз таки глава центрального банка европы выступать кристин лагард конференция будет и вот и нее интересно будет послушать куда и что будет делать дальше европа здесь очень интересно европа мы сейчас смотрим очень внимательно здесь премьер-министр в великобритании заявлял что точно уже будет развод все уже решено как будет европа реагировать на эту вот за европой я сейчас очень сильно хорошо наблюдаю не столько больше за россией сколько вот за европой и сша сейчас приковано все мое внимание также мне завтра будет еще интересный момент посмотреть чем же закончилась встреча по ливии который происходит сегодня в берлине тоже этот момент будет интересен я думаю конечно же отобразится на котировках и так вернемся к четвергу что же у нас еще в четверг в россии посмотрим на результаты по промышленному производству за декабрь месяц операционные результаты нам покажет алроса тмк и полиметал полиметал в 2019 году показал очень хороший рост и я очень сильно торговал этой бумагой летом когда она стоила 710 730 рублей покупал потом по девятьсот восемьсот восемьдесят покупал потом получал дивиденд за как быстро закрывали дивидендный гэп бумагу очень ходит хорошо очень за это бумага хорошо следить и тем более это бы ну любого и какую золото побывающую компанию хорошо иметь своем портфеле это как защита от каких-либо потрясение от потрясение от геополитики скажем так многие держат поле золота мне почему-то предпочтительнее держать поле металл не знаю почему но с поле золотом у меня как-то не заладилось ну и наконец пятница что нас ждет в пятницу в пятницу пимае покажет обрабатывающие отношения за январь месяц там интересно будет посмотреть также будет показана операционные результаты детского мира и распадская мы посмотрим за 4 квартала 2019 год эти две компании покажут нам операционные результаты почему на эти две мы именно эти две компании меня интересует сейчас детский мир на этой неделе очень хорошо выстрелил более чем на пять процентов показал рост очень хорошо получилось на ней заработать и я думаю что за этой компании будущее сейчас присматриваюсь к фк системе потому что чем держать там мтс детский мир проще держать афк систем растет мтс растет детский мир растет афк систем но акции намного намного дешевле ну и распадская эта бумага не внушает мне пока доверия да она хорошо стрельнула но опять-таки повторюсь сейчас какую акцию не зайди они все показывают хорошие результаты но посмотрим что они покажут какие результаты они нам дадут и также в пятницу у нас мы с н пи опубликует рейтинги по азербайджану кстати касаемо рейтингов по сн пи на этой неделе прошедшего сн пи должно было показать рейтинги по россии но к сожалению нигде это не было опубликовано скорее всего отложили я перелистал весь интернет многие форумы заходил даже на youtube канал и людей которые освещают фондовый рынок но нигде никто про это не говорит почему это важно да просто-напросто если будет повышен рейтинг в сн пи россии то мы продолжим свое это ралли ракетная ралли не знают уже не ралли даже это какой-то космодром ракеты взлетают одна за одной и только успевая бумаги заходить и зарабатывать но повторю друзья что такое будет не всегда после большого роста всегда бывает коррекция поэтому к этому надо быть готовым и во время подготовить и защитные активы и быть готовым выйти из бумаг на время чтобы перезайти и заново закупиться напоминаю всем что коррекции это неплохо когда рынок падает этой корректируется это неплохо это просто шанс нам до закупиться бумагами многие выбирают уже бумаги их просто до закупает вот именно коррекция это хорошо запомните это коррекция это не надо паниковать просто аккуратненько до закупаемся закрыли позицию подождали рынок откорректировался открыли позицию пошли дальше зарабатывать есть бумаги которым все нипочем вот например как я уже говорил в предыдущем выпуске это бумага на рельский никель она вообще ходит сама по себе или бумага втб бумага это бы вообще непредсказуемая надо бы просто купить положить и держать потому что она стреляет тогда когда я этого никто не ждет кстати втб мне вот очень интересно посмотреть их отчетность сделали ли они свои 200 миллиардов или не сделали они свои 200 миллиардов объясню почему потому что обещают очень хорошие дивиденды но все зависимости конечно же от своих планов если взять до третьего квартала и там не хватало 35 миллиардов если не ошибаюсь 4 квартал 35 миллиардов но там были крупные сделки там надо посмотреть но втб если кто хочет заняться этой бумагой то советую просто купить положить она быстро взлетает быстро падает можно хорошо и по интернете да когда она взлетела она зачастую всегда на следующий день корректируется обязательно есть от как потом снова взлет но я лично так не рискую с втб я купил и забыл просто-напросто про нее с норильским же никелем он растет безоткатно просто если там хождение в 500 рублей туда-сюда это ни о чем для нее она с утра может эти минус 500 рублей но к вечеру она обратно отрастает на тысячу по 2019 год именно так и было ну будем смотреть будем наблюдать на этом друзья с вами прощаюсь хочу чтобы вы поставили лайк чтобы поддержать меня поддержать начинающий канал подпишитесь на канал будет очень много новостей будет приглашаться эксперты которые будут высказывать свое мнение не только мое а будут приглашаться специальные эксперты сейчас специально веду переговоры по этому поводу чтобы и помочь канала раскрутиться быстрее ну и конечно же поставьте колокольчик пишите в комментариях что вы думаете по курсу доллара по акциям норильского никеля по акциям лукойла втб следующем выпуске будет тоже много интересных новостей и наверное с вами поговорим об облигациях там есть тема на которую стоит обсудить почему обязательно ли их покупать сейчас стоит ли их еще покупать но это будет ближайших выпусках мы с вами обсудим а сейчас всем пока пока до новых встреч до свидания